Всем привет! Сегодня мы с вами готовим домашнюю овощную закуску. Здесь вы видите все необходимые ингредиенты. 150 грамм моркови, 250 грамм томатов, 450 грамм баклажанов, перец, соль, консервированные томаты в количестве 100 грамм, томатная паста, нам понадобится 1 чайная ложка, растительное масло, 100 грамм болгарского перца, 2 зубчика чеснока, 100 грамм лука и каенский перец. Итак, приступаем! Баклажан режем сначала пополам, а потом каждую половинку на мелкие кубики. Баклажан нарезан. Теперь мы присыпем его солью, чтобы он выдал сок. На мелкой терке натрем морковь. Обжариваем морковь вместе с луком в течение нескольких минут. Обжариваем на разогретой сковороде на оливковом масле лук с щепоткой каенского перца. Пока обжаривается морковь, нарежем томаты на кубики. Морковь готова, она стала мягкой, пропиталась маслом. И теперь мы снимаем ее со сковороды и перекладываем в кастрюлю. На сковороду наливаем небольшое количество растительного масла и выкладываем помидоры. Будем обжаривать их в течение 3-4 минут. Помидоры стали выпускать сок, теперь добавляем сюда чеснок. Будем обжаривать в течение 2 минут. А потом добавим томатную пасту и консервированные томаты. Здесь 1 чайная ложка томатной пасты и 50 грамм, то есть это половина нашей банки консервированных томатов. Все тщательно перемешиваем. Перекладываем помидорную смесь в кастрюлю. А на сковороду наливаем растительное масло и выкладываем болгарский перец. Обжаривать мы его будем в течение 2-3 минут. 3 минутки спустя перец готов и мы его перекладываем снова в кастрюлю. Теперь на сковороду выкладываем баклажаны. И обжариваем баклажаны до мягкости. 10 минут спустя получились такие баклажаны и мы их тоже перекладываем в кастрюлю. Поставьте закуску на средний огонь и тушите под крышкой 10-15 минут до готовности всех ингредиентов. Овощная закуска готова. Подавайте ее с кусочком хлеба или булки. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»